Итак, это видео слегка необычное. Я хотела показать два учебника для примера, по которым учатся дети в итальянских школах, а именно второй класс начальной школы. И пару тетрадок, чтобы показать, как пишут здесь дети, сколько внимания уделяет учитель аккуратности, почерку и как уменьшить количество ошибок. Не хочу критиковать, просто хочу показать. Вот такие две книжки. Одна из них называется «Друзья леса». Книга по чтению, если дословно перевести. Она очень тяжелая, такая объемная, большая. И здесь такие книги по всем предметам. «Почему тяжелая, сделанная она на мелованной бумаге?» Вот сейчас ее покажу. Книга для чтения. Но здесь не идут сплошняком тексты. А здесь идут какие-то задания для пересказывания. Идут задания, которые подразумевают прочитать тексты и ответить на вопросы. Какие-то небольшие тесты. Ну, в общем, какой-то такой микс. Книжка достаточно иллюстрированная. Много всевозможных заданий. Сложно мне сказать, перегружена она или нет, но объемная. Книга для чтения. Вот такая же книга по объему и по толщине. Книга для летних заданий. Называется «Добро пожаловать. Отпуск. Каникулы». И вот такие книги, и даже не по одной, получают здесь школьники для выполнения летних заданий. Ну, подразумевается, чтобы они не забыли за лето то, чему учились весь год. Обычно в этой книге микс и математики, и итальянского языка, и предметы, которые здесь называются, ну, по-русски сказать, естественное знание, микс истории и географии. Какие-то первоначальные знания. Вот в этой книге микс всех этих предметов, которые учили они в первом классе, и они должны летом всю эту тщательно, эту тетрадку выполнить. И продемонстрировать ее в начале следующего учебного года. Вот так для примера. Сейчас в тетради. Показываю тетрадку. Она большая, большого объема. Тетрадка по итальянскому языку. Даже я скажу, третий классника. Чем эти тетради необычны для нас? Учителя вклеивают здесь задания, распечатанные в саму тетрадку. То есть здесь не встретишь аккуратно написанного текста абсолютно. Здесь микс. Вклеенные задания и сами упражнения, сделанные школьниками. Вот показываю прописные итальянские буквы. Прописные итальянские буквы. Точно так же, как наши учителя исправляют красным цветом. Вот здесь у мальчика на пире оценка поставлена. Брависсимо! Значит, система здесь 10-ти бальная. Но не ставят оценку 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот я у Антонио спросила, какую оценку самую нижнюю может поставить учитель. Ниже 6-ти, то есть там двойку или тройку, никогда никто не поставит. Начинают все с шестерки. Но саму цифру никогда не ставят, а заменяют другим словом. Боно, бене, браво, брависсимо. И максимальная оценка 10 звучит на итальянском языке. Оттиму. Отлично. Получить оттиму очень-очень тяжело. То есть это нужно, конечно, не какой-то творческий уровень, как в нашей школе, но нужно идеально все сделать, как я понимаю. Вот такие задания по итальянскому языку. Продолжается, хоть это уже и третий класс раскрашивания. Хотела показать птичку. Спросила у Антонио, что это значит. Просмотрела. Точно так же, как и у нас. Поставила учительница галочку, что она видела это задание. Смешное здесь было задание по итальянскому языку. Был предложен текст, в котором были предложены вопросы. Один вопрос Антонио задавал всем нам по очереди. Мне, тете Рикардо, какие впечатления я получил, прийдя в школу в первый день? Я говорю, ну ты же сам знаешь, ты ходил в школу, ты можешь ответить на этот вопрос. Он говорит, я почувствовал скуку. Было очень скучно. Мы с тетей насели на него, сказали, это не очень дипломатично, учительница может обидеться. И в итоге он записал в тетрадку такой ответ. Я пришел в школу в первый день с радостью. Хотел узнать что-то новое, но мы ничего не делали. Поэтому я чувствовал скукоту. На следующий день я его спросила, Антонио, а что другие написали? Ты знаешь, Джулия сказала мне, все как один написали. Я чувствовал радость в этот день. И только я написал, что я чувствовал скукоту, и мне было очень скучно в этом день. В общем, учительница никак не прореагировала, слава богу. То есть никакого призятого отношения здесь как бы не пронаблюдалось. А, хотела показать, вот здесь, например, Бене. Это значит 8 на нашем языке. Вот такое задание сегодня сделал Антонио. Он должен был нарисовать, был рисунок черно-белый, он должен был раскрасить. Вот мы раскрашивали вместе с ним. Вернее, раскрашивал он, а я ему подсказывала, где подвести линию, где подрисовать почетче. Ну, в общем, интересно, сколько ему поставят. И хотела показать еще одну тетрадку его. Называется Джоку Эпенсу. Играю и думаю. Сложно даже сказать, что это за предмет. Такой, наверное, для развития логики. На развитии логики. Я этот предмет вижу первый раз. Как-то с племянницами Рикарда общалась, не видела такие тетради. Ну, вот. Такой предмет. Сначала шли какие-то ребусы, потом пошли какие-то каракули. Но, между прочим, на такие каракули, эти каракули считаются здесь вполне приемлемыми. Он считается хорошим школьником. Он достаточно аккуратно пишет. Учителя его хвалят. Ну, в общем, черкать и наводить здесь абсолютно не запрещается. Наверное, чтобы не травмировать ребенка. Ну, в общем, вот такой коротенький рассказ. Мои наблюдения о школе. К сожалению, у Антонио с собой было всего лишь два учебника. Но все равно интересно, я думаю. Все равно, думаю, будет познавательно.